Уважаемые скорпионы, всем доброго времени суток, вы на канале ОКОТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию второго прогноза неделю со 2 по 8 октября, включительно. Что вас ждет в этом периоде? Расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. Что мы сегодня просматриваем? Основные сферы вашей жизни. Все, что может касаться дома, быта, семьи, взаимоотношений. Рассматриваем профессиональную сферу, карьеру, работу, возможные доходы, расходы, кредитные линии, долговые обязательства для тех, для кого это важно. Внешний мир в отношении вас, любая информация, которую расклад будет показывать. Рассмотрим, что в скрытых факторах, позитив или негатив, подведем итоги этой недели. И также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос-желание. И та карта, которую я достану, самый последний, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Колода настраивается на вас. Напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотры вы можете делать так же и по асценденту, и по своему основному знаку зодиака, и то, и другое. Верно. Колода полностью готова. И я приступаю к выкладке. Уважаемые скорпионы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. Сразу хочу сказать о том, что то, что я вижу перед собой на столе, мне даже очень нравится. В ваш расклад выпало очень много хороших карт. А это говорит о том, что для многих эта неделя будет вполне успешной. Расклад начинается с очень активной карты, и это шестерка мечей. Эта карта может говорить о том, что лично вы активны как личность, но это могут быть и любые дороги, поездки. Возможно, кто-то находится в состоянии разъезда. Может быть, кто-то планирует дороги, важные для вас на ближайшее время. Также эта карта может говорить о том, что вы в поисках дополнительных ресурсов для себя, для того, чтобы в жизни что-то улучшать. И по факту, сама по себе эта карта ресурсная, потому что она говорит о том, что кто ищет, тот найдет. Я вижу, что за вашими плечами есть какой-то негатив, который вы оставляете в прошлом. Назад в прошлое оглядываться вы больше не хотите. Вы смотрите исключительно вперед. Также карта может говорить о том, что, возможно, у вас есть друзья, знакомые или родственники где-то за границей, и для вас важна связь с этими людьми. Может быть, вы кого-то ожидаете или сами к кому-то хотели бы приехать. На входящие события для вас выпала карта старшего аркана отшельника. Это карта вашего внутреннего советчика. Это карта вашей внутренней интуиции. И по факту она говорит о том, что многие ответы на многие ваши вопросы есть внутри вас, хотя где-то вы сами в себе в чем-то начинаете сомневаться. Вы вроде бы что-то делаете, и все делаете правильно. Шаг вперед, шаг на месте, остановка, думаем. Очень много размышлений о самой жизни. Это карта глубокой философии. Она говорит о том, что вы очень много думаете о своем предназначении. Вам хочется приносить пользу обществу, пользу людям. И вы показаны как человек, ученый, либо человек, за спиной которого огромный багаж знаний или просто жизненный опыт. Но от этого жизненного опыта вам порой грустно. Чем больше мудрости, тем больше печали. Сколько бы вам не было лет, вы хотите совершенствоваться, вы хотите расти, вы хотите добиваться каких-то новых высот. Но внутренне я вижу внутреннюю усталость, некоторое, может быть, даже физическое истощение. Поэтому на физическом уровне у вас может быть или слабость, или недомогание, или вы чувствуете себя порой болезненно. Бывают моменты, несмотря на то, что вы можете общаться с большим количеством людей, вам хочется побыть одному или одной. И в таком спокойном состоянии ваша душа приходит в равновесие. Также эта карта говорит о том, что несмотря на то, что в жизни многое прожито и пройдено, все-таки это глубокая вера внутри вас в то, что обязательно что-то будет меняться к лучшему. И вы стараетесь что-то делать, чтобы это лучшее настало. Вы сами для кого-то можете являться мудрым учителем и наставником. И к вам другие люди могут приходить за помощью, за советом, за поддержкой. Я вижу, что вы не отказываете, вы помогаете. Но порой вы что-то делаете в ущерб себе или забывая о своих интересах и собственных потребностях. Карта очень глубокая, а это говорит о том, что вы анализируете буквально каждый свой шаг. Также вы анализируете и поступки других людей, которые рядышком с вами. В центр вашего расклада выпала карта Туза Монет. Карта очень активная и она выпала в ключевые задачи. Она говорит о том, что основное внимание в этом периоде нужно обратить на работу, на финансы, на увеличение финансов. Это карта финансовой удачи и она предвещает любые хорошие денежные возможности, которые вы не должны упускать из своих рук. Это могут быть любые предложения от других людей, интересные для вас, которые нужно рассматривать, благодаря которым вы сможете заработать. Это могут быть ваши идеи, которые, развивая, вы также сможете зарабатывать больше. Сама по себе эта карта может говорить о том, что уже сейчас вы в каком-то важном проекте, объекте, стартуете, что-то делаете. Вы не сидите без дела. И это финансово будет оправдано. И в этом периоде вам во многом действительно будут помогать высшие силы. Для вас выпало сразу два Туза, второй Туз рядышком, два Туза рядом. Эти карты могут говорить о двух важных начинаниях или о двух важных идеях в вашей голове. И каждая имеет место быть, жить, развиваться. Я вижу, что у вас могут быть единомышленники. Вы умеете кого-то в чем-то заинтересовать. И по факту вас ждет финансовый успех, потому что в дом ваших денег также выпала карта радости и урожая. Девятка чаш. Одна из лучших карт младших арканов, которая говорит о том, что благодаря тем доходам, которые у вас будут в руках, вы сможете немножечко отдохнуть. Вы сможете себя чем-то побаловать. Вы сможете своих близких чем-то удивить. Возможно, вам захочется кому-то сделать подарки, сюрпризы. Но если меня смотрят женщины, возможно, в вашем окружении есть мужчина, который хотел бы вам сделать определенный подарок или оказать знаки внимания. Того, чтобы вам что-то угрожало из внешнего мира, я этого не наблюдаю. Так как на внешний мир выпала благоприятная карта пожать чаш. И она может показывать любые для вас хорошие известия от человека друга. Возможно, это родственник, родственница. Здесь мы видим молодую девушку. И эта карта может показывать молодую особу. Для кого-то дочь, для кого-то сестру, племянницу, может быть, какую-то знакомую. От которой в этом периоде также что-то может зависеть. Те женщины, у которых есть дочери, для вас особенно важна тема ваших девочек. Их личной жизни и их дальнейшего пути. В Большом Кресте вашей судьбы я вижу также карту Старшего Аркана Папесы или Верховной Жрицы. И в вашем ближайшем окружении есть еще одна женщина постарше. Это может быть любая важная особа, которая является для вас в чем-то авторитетной, к мнению которой вам также стоит прислушиваться. Так как это может быть любая женщина, наделенная способностями. Это может быть таролог, астролог, психолог, врач. Женщина, которая в чем-либо для вас является учителем или примером. Эта дама также может оказывать вам должную и нужную поддержку в этом периоде. Или давать ту информацию, которая для вас важна. Если говорить о женщинах, несмотря на то, что вы очень сами интуитивны, и у многих из вас, я вижу, что могут быть даже способности. Рядом с вами есть мужчина, к мнению и советам которого вам также стоило бы прислушиваться. А если меня смотрят мужчины, то наоборот, вам нужно прислушиваться к советам женщины. Даже если меня смотрят те скорпионы, у которых есть долги или кредиты, вы сможете их с легкостью закрывать. Никаких причин для беспокойства я не вижу. Но вы очень переживаете по поводу стабильности или нестабильности. Вы переживаете по поводу того, что еще не произошло, не случилось. Потому что по факту в дне сегодняшнем все неплохо. Ваши страхи и переживания могут быть связаны и с вашей личной жизнью, и также с вашими самыми близкими людьми. Потому что в раскладе я также вижу карту Луны. Эта карта лишний раз подтверждает то, что у вас огромная интуитивность. И многие из вас очень сильно подвержены лунным влияниям, полнолунию, новолунию. И вы можете чувствовать вот эти приливы и отливы на энергетическом уровне. Вам могут сниться вещи и сны. Высшие силы вам могут давать определенные подсказки в лице любой информации, любой визуальной картинки. Поэтому на все обращайте внимание. У тех, у кого есть основная работа, мы сейчас с вами все-таки возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу. И посмотрим, что еще вам нужно знать тем, кто при работе. Те, кто при работе, для вас выпла девятка жезлов. Она говорит о том, что в работе, скорее всего, есть что-то незакрытое. Или много накопилось каких-то обязательств. Или вы чем-то занимались, но этим приходится заниматься снова. Также в работе у вас с кем-то могут быть конфликты, споры или конфронтация. Но вы будете стоять на защите своих интересов. Здесь мы видим человека военного. И если меня смотрят люди, которые являются служащими, для вас эта карта напрямую может показывать военного человека, от которого в вашей работе может зависеть очень многое. Но именно с этим человеком у вас как раз и могут возникать сложности. То есть этот человек может как помочь, так и помешать. Может быть, речь идет о разных лицах. Но карта говорит о том, что есть какая-то проблема. Смотрим, что еще вам нужно знать. И для вас выпла карта старшего аркана Папы, карта Иерафанта. Снова такие высшие силы с вами. Поэтому, что бы ни происходило, ситуация в конечном итоге развернется в вашу пользу. С плюсом для вас. И для многих из вас эта карта может показывать мощную протекцию также в мужском лице человека, который будет в вас заинтересован и будет вас всячески поддерживать. Неважно, вы работаете на себя или на кого-то, карты показывают покровительство. Поэтому многое будет стабилизироваться. Что касается тех, кто в этот период вошел не работая. Первая карта для вас выпла семерка мечей. К сожалению, карта негативного характера, потому что она говорит о том, что рядышком с вами есть люди, которые являются огромными лицемерами. Вам кто-то улыбается в лицо, но по-хорошему добра вам не желают. Заискивают, пытаются что-то разузнать, разведать. Потом эта информация где-то гуляет в извращенном виде. Возьмем для вас еще одну карту. И это семерка жезлов. Семерка мечей, семерка жезлов. 100% сплетни, 100% враги, 100% у вас тут, скорее всего, также есть какая-то ситуация по старым вопросам, из-за которой вы нервничали и нервничаете и сейчас. Такое чувство, что вы хотите кому-то что-то доказать или кого-то хотите наказать за нечестность, за обман, за манипуляции. Но вас как будто бы кто-то от этих действий отговаривает. За вас кто-то волнуется из тех людей, кто вам предан. Все-таки то, что касается работы и финансов. Что нужно знать? По поводу работы. Для вас выпала карта старшего аркана влюбленных. И она говорит о том, что будет выбор вариантов. И какой-то человек рядышком с вами есть, который вам будет, скорее всего, с трудоустройством помогать или с информацией по поводу работы будет помогать. Тут будут возможности, но вы будете размышлять. Даже если меня смотрят те люди, которые на пенсии или вы по другим причинам дома, что вам нужно знать? Для вас выпала карта тройки монет. Карта очень хорошая. Она говорит о том, что что-то по финансам будет улучшаться. Те, у кого есть дополнительный источник дохода, вы можете свои доходы приумножать. Сколько бы вам не было лет, эта карта может говорить о том, что даже будучи дома вы можете чему-то учиться. Вы также можете учиться где-то в определенных группах, проходить тренинги или мастер-классы и позже благодаря этому зарабатывать. Но я вижу, что в чем-то ваши знания вам могут быть полезны уже сейчас. Уже сейчас вы ними можете пользоваться. Вот такая интересная информация. По раскладу я вижу, что вы сами можете у кого-то чему-то учиться, но вы также можете учить других людей и для кого-то также можете являться учителями. И у вас тоже могут быть собственные ученики. Теперь посмотрим, что в вашей личной жизни. На личную жизнь для семейных пар выпала карта Верховной Жрицы и карта Туза Чаш. Две хорошие карты, но если говорить о женщинах, то я вижу, что вы немножечко одиночитесь или вы сознательно партнера к себе не подпускаете, потому что здесь есть некоторая ваша сексуальная холодность, но ваш партнер думает о вас, что-то делает для того, чтобы отношения улучшились и в любую минуту, в любой момент готов вам помочь. То есть на своего партнера вы можете рассчитывать. Для тех, у кого живы матери, бабушки, тети, карта может показывать любую старшую особу в семье, которая также влияет на вашу личную жизнь. Может быть, вы переживаете об этой женщине. Эти карты говорят о том, что даже будучи дома, если вы что-то развиваете для себя важное и интересное, развиваете, из этого может быть толк. С одной стороны, в плане дома, может быть, жилищных вопросов, вы что-то хотите менять, с другой стороны, до конца не уверены, стоит ли. А по Тузу Жезлов я препятствий не вижу. То есть все по факту зависит от вас самой, если меня смотрят женщины, если меня смотрят мужчины, скорпионы, то все-таки в отношениях доминирует женщина. Ну а теперь перейдем к нашим свободным скорпионам и посмотрим, что у вас. Для свободных выпала карта Королевы Жезлов, Девятки Мечей и карта Десятки Жезлов. Две карты Жезлов. Говорят о том, что у вас очень много амбиций. Если говорить о женщинах, начну с вас, потому что первой картой выпала все-таки Королева. И она может показывать у вас собственной персоной, как женщину очень яркую, харизматичную, неоднозначную, вспыльчивую, принципиальную. У вас может быть очень много общения, очень много друзей, и вы умело любыми связями и контактами пользуетесь. То есть вы способны заставлять других людей вам служить или быть вам полезными. Возможно, вас занимают какие-то интриги или сплетни. И по этой карте для вас важно знать абсолютно все, быть в центре любых событий, потому что даже сплетни вам могут быть в чем-то полезны. Возможно, вы сама являетесь рокировщицей чужих жизней. И вам хочется, чтобы что-то было по-вашему или кто-то подстраивался под ваши интересы. Но в центре мы видим девятку мечей. К сожалению, эта карта говорит о том, что не всегда вы в таком приподнятом настроении и не всегда вы так уверены в себе. Эта карта показывает какие-то болевые моменты в вашей душе и порой глубокая печаль и большое внутреннее одиночество. Рядом с вами есть еще одна женщина, которая также из-за чего-то печалится, как и вы. И вы друг друга в чем-то можете поддерживать. Также эта карта может говорить о том, что в какой-то степени вы сами себя в чем-то ограничиваете. Такое чувство, что вы сознательно занимаетесь благотворительностью. Но ваш ли это путь на самом деле? Вы не можете быть в четырех стенах, вы не можете находиться в закрытом пространстве. Вам нужна свобода, вам нужно общение и движение. Вы не можете быть монахиней. Эта карта может говорить и о том, что даже если вы заядлые атеисты, все-таки порой вы обращаетесь с молитвой к высшим силам, со своими просьбами, со своими разговорами. Эта карта выпала в центр не просто так. Она говорит о том, что очень много пережито, и были какие-то большие потери, большие раны на вашем сердце, которые еще не зажили. Рядышком выпала десятка жезлов. Она говорит о том, что вы можете очень уставать, как будто бы у вас на что-то не хватает сил или энергии. По этой карте ее вроде бы много, но она быстро иссякает, и вы даже можете чувствовать себя болезненно. Поэтому обращайте внимание, а также и на свое здоровье. Возможно, карты могут просто показывать то, что рядом с вами кто-то есть болеющий или нуждающийся в помощи. Помогите тем, кто в этом нуждается, но не делайте что-то в ущерб себе. Все-таки многие цели и задачи вы приводите в действие, но другой вопрос, какой ценой и чего вам это стоит. Я не вижу каких-то сейчас отношений серьезных. Даже если есть человек, то, скорее всего, он не рядом. Вы часто оглядываетесь назад в прошлое, в какие-то отношения, которые были, но закончились. К новым отношениям вы еще не готовы, хотя вам хочется влюбляться, хотя вам хочется быть любимой. По королеве Жезлов это, конечно же, жгучий темперамент. Вы привлекаете к себе мужское внимание, но это не больше, чем флирт, это не больше, чем разговоры. Пока одна. Если все-таки есть человек, который вам важен, возможно, у него сейчас какие-то проблемы, либо вы не можете часто видеться, либо вы не можете наслаждаться друг другом. Поэтому вам остается только думать, ждать. Что в скрытых факторах? В скрытых факторах для вас выпала карта старшего аркана умеренности, старший аркан луны, и карта короля мечей. Три интересные карты, два старших аркана подряд. Два старших аркана говорят о том, что многие из вас по этой карте чему-то будут учиться. Эта карта может также говорить о том, что, скорее всего, завершение этого периода и начало последующей недели может быть непростым. И вам нужно будет приспосабливаться под обстоятельства, под людей, под какие-то события. Это карта лояльности, и она говорит о том, что вы должны уметь договариваться с другими людьми, принимать чьи-то условия, даже тогда, когда они вам не совсем удобны. Потому что сейчас вам сложно что-то поменять, и вы от кого-то зависите или от чего-то. По луне это много внутренних переживаний, личного характера. И если говорить о женщинах, это переживания, которые могут быть связаны с мужчиной. Мы рядышком видим короля мечей. Но возможно это также ваши надежды на то, что какой-то человек вам поможет решить многие ваши проблемы или задачи. По королю мечей это может быть любой человек при должности, при погонах, при определенном чине, от которого в вашей жизни также могут зависеть какие-то бумаги, документы или любые вопросы, которые проходят через госструктуры, через официальные дома. А может быть по поводу таких вопросов тут есть также волнение. Если говорить о мужчинах-скорпионах, то у вас тоже, может быть, в карьере или в работе в чем-то будет спорный вопрос или спорный момент. Но это может и касаться чего-то другого, как я уже говорила, любых официальных вопросов. И карта короля мечей может показывать мужчину как важную персону. Это может быть юрист, адвокат, это может быть любой человек, который в вашем вопросе компетентен. И тут тоже может быть важный диалог. На завершение этого периода выпала карта королевы мечей. Мы видим также и королеву. У нас есть в скрытых факторах король мечей и королева мечей. Меня могут смотреть те женщины, которые находятся в разводах или вы с кем-то расстались. Скорее всего, от мужчины из прошлого до сих пор в вашей жизни что-то может зависеть. Но также эта карта может говорить о том, что в выходные дни вы будете заняты очень важными для себя задачами. Идет уже чего-то планирование на последующую неделю. И ваша голова как будто бы не отдыхает. Ваши мысли не дают вам покоя. Вы все время думаете, думаете, думаете. Конечно, эта карта говорит о том, что вы в чем-то должны выработать определенную тактику и стратегию для того, чтобы в каком-то вопросе победить, выиграть или отстоять свои интересы. В раскладе было много спорных карт. Поэтому, скорее всего, королева мечей и говорит о торжестве справедливости, которое вы хотите в отношении себя. В особенности женщины, если говорить о мужчинах, ну, здесь конфликт между мужчиной и женщиной образовался. Давайте посмотрим, что в скрытых факторах или что в форс-мажоре. Также, это карта дополнительного совета. И здесь мы видим двойку жезлов. Эта карта говорит о том, что вы ждете для себя важной информации, важных вестей, как будто бы вы с кем-то на расстоянии. По этой карте для вас могут быть очень важны вопросы финансов, финансирования, может быть, каких-то инвестиций в отношении вас со стороны других людей, или вы просто обдумываете какие-то для себя дополнительные варианты по работе, подработке. Но возможности здесь будут. Карта показывает ожидания. Очень много размышлений по этому поводу. Не случайно выпадала карта отшельника. Теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана дьявола, одна из самых сложных карт в колоде. Вопрос неоднозначный. Я вижу, что в отношении этого вопроса у вас огромные амбиции. То есть вы хотите во что бы то ни стало получить то, что вы задумали. Но есть сложности. Я вижу, что вы готовы на какую-то авантюру, риск. Вас разбирает азарт изнутри. И возможно даже тот вопрос, который вы загадали, вы готовы получить любой ценой. По дьяволу это любые хитрости, интриги, как ваши, так и других людей. В вашем вопросе, который вы задали, я вижу, что вы зависите от других людей или от конкретного человека, который вами может манипулировать или управлять. Конечно, вы сами являетесь очень неоднозначными личностями. И по дьяволу даже из любой сложной ситуации вы способны найти выход. Но ваш вопрос простым путем не решить. Повторюсь, здесь нужны или интриги, или хитрость. Как это ни странно звучит. И по поводу вашего вопроса у вас кем-то еще предстоит очень серьезный разговор в будущем. Для женщин разговор с мужчиной. Для мужчин, скорпионов, это также еще один мужчина, с которым вы будете общаться. Давайте возьмем еще несколько дополнительных карт из Иракула или Норман и спросим, что еще вам нужно знать на самое ближайшее время. И первой картой для вас выпала Змея. Карта Королевы Треф. Дальше мы видим карту Косы. Обе карты показывают чью-то хищность или чью-то агрессию со стороны женщины. Это может касаться и мужчин, и женщин. То есть есть какая-то дама, которая негативно думает о вас и даже готова на какие-то пакости, вредительства. Карта Развилки. Мы здесь видим еще одну женщину, между которыми мог образоваться конфликт. Или есть какая-то женщина, с которой вы конкурируете. По второй карте вопрос может касаться и денег, и мужского лица. Карты показывают скорость, хищность, бросок, удар. То, что, возможно, вы готовитесь к какому-то такому действию для того, чтобы обезвредить своих врагов или ваши враги по-прежнему активны. И, скорее всего, вы знаете, о ком идет речь. Еще одна карта. Это карта Клевера, и она говорит о том, что вам обязательно в чем-то повезет. Карта Дополнительного Совета. На Дополнительный Совет выпала карта Ключа. То есть многие ключи в ваших руках. Поэтому действуйте. Высшие силы вам в помощь, потому что вам будут давать подсказки. В вашем раскладе выпала. И карта Верховной Жрицы, и карта Отшельника, и карта Луны. Все эти карты показывают огромную интуицию. Но в вашем раскладе также есть и карта Дьявола. Если кто-то задавал вопросы, связанные с магией, и вы спросили, есть ли на мне магия, в вашем случае эта карта тоже говорит «Да». Или вы могли задать вопрос, стоит ли мне решать какой-то вопрос с помощью магии. Опять-таки ответ «Да». Но это явно какие-то не белые ритуалы. Хотя здесь, я вижу по этим картам, возможно, кто-то хочет корректировать свою судьбу, жизнь белыми ритуалами. Либо на чью-то магию у вас может быть контрмагия. И эти карты тоже могут это подтверждать, что интересно. Явно вы здесь либо уже столкнулись с щей-то жестокостью, либо еще можете столкнуться. Но как бы события не развивались, что-то в конечном итоге решится в вашу пользу. Уважаемые скорпионы, таким для вас был расклад на эту неделю. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте обратные комментарии, всегда интересно читать. Пересматривайте расклад по прошествии периода. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписаны. Всем вам удачи, душевного спокойствия и гармонии мира. Я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду на следующей неделе. А сегодня всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok